Я Антонио Сантену, основатель канала Real Men Real Style. Сегодня, джентльмены, я поделюсь с вами 11 способами, как предотвратить жжение после бритья. Если вы смотрели мой канал раньше, то вы знаете, что я сам страдал от этого раздражения. И вы в комментариях писали, что тоже испытываете эту проблему. И совсем недавно я работал с Майком над его порталом Grooming Lounge. Он пришел на Style.com, мы разговаривали и пришли к выводу, что у них есть весьма хорошие продукты. У них есть набор Пик 4. Я им пользовался несколько недель. Это замечательный набор для бритья. Мне нравится в этих ребятах Grooming Lounge то, что они работают с большим количеством брендов. Так что вы, ребята, можете там собрать себе уникальный микс из различных продуктов для бритья. Та информация, о которой я сегодня с вами поделюсь, она никогда не устареет. И подходит к любому продукту, будь то товар из Grooming Lounge или нет. И в конце видео расскажу о том, как вы можете сэкономить до 30% при покупке Grooming Lounge. Итак, давайте перейдем к первому совету. Всегда надо подготавливать поверхность. Прямо говоря, подготовить волосы к бритью. Самый простой способ – это принять теплый душ 3-4 минуты. Но не стоит задерживаться слишком долго, иначе можно пересушить кожу. Еще можно набросить теплое полотенце на лицо на 2-3 минуты. И используйте средство, которое очищает кожу. Таким образом вы сможете подготовиться к бритью, что ведет нас к пункту номер 2. Используйте масло для бритья. В предыдущих видео я говорил об этих маслах. Я использую обычное масло от Grooming Lounge. Мне оно нравится. Всего 3 капли. Оно высокого качества и отлично справляется с работой, чтобы увлажнить лицо. Раньше я такого не делал, но сейчас мне очень нравится. Третий совет – это подобрать свой крем для бритья. Повторюсь, я говорил об этом в своих видео, но большинство ребят используют баллончики, которые под давлением выплевывают крем. А это не самый лучший вариант, так как часто такие крема очень низкого качества. Просто попробуйте что-то новое. Я рекомендую простой крем от Grooming Lounge – разрушитель бороды. Мне нравится, что он не сильно пенится, благодаря чему я лучше вижу свое лицо и щетину. Иногда пена очень мешает, но также, используя более качественный крем, становится намного меньше раздражения, особенно когда еще используешь масло, получается два слоя защиты. Пункт номер четыре – как правильно наносить крем. Используйте натуральную кисть, потому что она позволяет наносить крем равномерно по всему лицу. Совет номер пять – возьмите себе хорошую бритву. В своих прошлых видео я говорил о всех способах бритья и о разных бритвах. Большинство пользуются картриджными бритвами. Ребята, попробуйте поэкспериментировать с другими способами. Может кто-то захочет попробовать пользоваться безопасной бритвой. Попробуйте и найдите свою бритву. Что мне нравится в этих безопасных бритвах, так это то, что ты можешь менять лезвие, и оно может быть намного экономичнее, и это подталкивает вас. Пункт номер шесть – развивайте вашу технику. Когда начинаешь пользоваться опасной бритвой, джентльмены, вам необходимо следить за вашей техникой, и совмещение техники с хорошей бритвой уменьшает раздражение после бритья. Большинство мужчин бреется неправильно. Как вы вообще учились бриться? Большинство просто ставит бритву на лицо и начинает бриться. Так мы отрабатываем неправильную технику, от которой придется переучиваться. Больше о технике я опишу в своей статье на Real Men Real Style. Но постарайтесь фокусироваться на меньшем давлении, более коротких движениях бритвой. Обращайте внимание, чтобы каждый раз в конце вы промывали лезвие от крема. Когда бреетесь, то ведите лезвие вдоль роста щетины. Перейдем к пункту номер 7. Часто, когда мы проходимся один раз по коже, то крем стирается, и в этом случае, хорошо, если есть еще слой масла. Меньшее, что ты хочешь делать, так это тереть одно и то же место. Потому что именно так ты и получаешь раздражение, или даже можешь порезаться. Если после того, как побрились, вы заметили некоторые пропущенные места, тогда просто нанесите еще немного крема и пройдитесь еще раз по тем же местам. Но спросите себя, это действительно так необходимо? Если это не столь важно, то я бы пропустил этот шаг. Давайте перейдем к совету номер 8. Умывайтесь холодной водой. Умываясь холодной водой, вы закрываете поры, и вы сможете избежать того, чтобы волосы росли под кожей. Номер 9. Используйте бальзам после бритья. Я использую Best for Last. Мне он действительно нравится, так как после него нет чувства сжения. На Grooming Lounge есть и другие бальзамы, вы можете сами глянуть. Но этот меня действительно порадовал. Я его наношу сразу после того, как закончил бриться, и умылся холодной водой. 30 минут спустя это еще один трюк. Я использую специальный лосьон против раздражения The Shaver. Он сделан специально для тех, кто страдает от сжения. Почему через 30 минут я жду, чтобы бальзам впитался в кожу, и тогда я повторно наношу лосьон. Но если у вас частые раздражения, возможно, следует попробовать наносить увлажняющее средство дополнительно. Совет номер 11. Очищайте лезвие в бритве спиртом. Основная причина возникновения раздражения – это бактерии, которые разбиваются на лезвии. Поэтому лучше не часто пользоваться одним и тем же лезвием. Ты можешь менять лезвие довольно часто. Они не такие дорогие. Когда пользуешься картриджем неделю или две, чтобы сэкономить немного, то можно получить раздражение после бритья. И как бонус, совет номер 12. Постарайтесь бриться реже. Если можете не бриться по выходным, то не делайте этого. Кто-то может сказать, о, лучше не считать, а просто выработать привычку бриться каждый день. Ребята, я бреюсь около 3-4 раз в неделю. И, конечно, перед тем, как записать новые видео. Ну вот и все, ребята. Зайдите на сайт Груминг Лаунж. И вот секрет. Если вы подпишитесь на рассылку, и вы первый раз что-то покупаете, вы сразу получаете скидку 15%. У них есть специальный сет из 4-х товаров. Он позволит вам сэкономить дополнительно 15-20%. Все вместе выходит почти 30% экономии. Я использую Bird Destroyer. Я пользуюсь Shaver. И, конечно, мой фаворит – это Bird Master. Масло для бритья. Можно бриться, только используя его. Но мне нравится делать свои коктейли, смешивая его с кремами. И, конечно же, бальзам после бритья Best for Last. Так что заходите на их сайт и увидимся в следующем видео. Берегите себя.